Продолжим информационный час. Смотрите сегодня в выпуске. Как очевидцы описывают те события и тех, кто атаковал город? Ответы в репортаже нашего корреспондента. Наверное, были какие-то силы, которые подготовлены были, может быть. Родственники погибшего во время январьских беспорядков мужчины требуют справедливости. Что известно спустя месяц после гибели 60-летнего Марата Мусабекова. Расскажу я, Динара Сабитова. Скандал в женском педагогическом университете. В Европе полны решимости взять под контроль распространение коронавируса. Каким образом? Обыпить ситуации в стране и в мире через несколько минут. Есть надежда на гораздо более высокий уровень защиты населения. В Туркестанской области разгорелся земельный конфликт. Жители города Туркестан жалуются на то, что их хотят лишить участков, выданных 15 лет назад акиматом некогда Ясинского сельского округа. С тех пор местные успели обустроиться, построить дома и провести электричество. В городской же администрации заявили, что собственники должны доказать свое право на имущество. В ситуации разбиралась Айдана Нураш. Жаркие споры вокруг участков, говорят местные жители, начались, когда Туркестан стал областным центром новообразованной Туркестанской области. По словам людей, земельная инспекция признала документы на недвижимость фиктивными и начались судебные процессы. На этот участок был выдан решением Акима Ясинского аульного округа решение о предоставлении земельного участка для строительства жилого дома. В 2014 году мы у собственника земельного участка купили этот участок, построили дом. Через 14 лет, значит, в 2020 году нас вызывают в суд. Причина решения легализационной комиссии не было сдано в архив. Прокурор задавал вопрос, откуда вы взяли эти документы, у кого вы покупали эти документы. Документы ваши фальшивые. Пожалуйста, можете забирать свое имущество, вы не имеете права на эту землю. С такой проблемой столкнулись десятки жителей. Все они в 2007 году получили участки по решению Акимата Ясинского сельского округа. Все это время, уверяют люди, они исправно платили налоги, узаконили документы и на строительство жилья. Всего тогда местная администрация предоставила земли более 200 собственникам. Каждый получил по 10 соток. Мне должны были выплатить компенсацию за земельный участок. Сказали, что дадут 4 миллиона 192 тысячи тенге. И что эту сумму уже можно забрать. Через 4 месяца меня снова вызвали. Тогда сообщили, что якобы документы на землю незаконны и никаких выплат не будет. Местные чиновники заявили, что конечную точку в этом деле должен поставить суд. Если собственники докажут законность своих прав на имущество, то им выплатят компенсацию. А земли передадут под государственную нужду. В противном случае жители рискуют остаться ни с чем. На эти земельные участки, в соответствии с генеральным планом города, согласно письму отдела Акимата города Туркестан, было принято постановление изъять для государственных нужд 266 земельных участков. На сегодня 180 собственникам выплачены полные компенсации. По пятиземельным участкам вынесено решение суда. Документы возвращены государству в связи с их незаконностью. А вот адвокат, который представляет права всех жителей, уверяет, что в этом деле есть явные нарушения со стороны госорганов, а люди теперь стали жертвой обстоятельств. В настоящее время нарушается требование закона Республики Казахстан от 2006 года о легализации имущества. Грубо нарушены требования земельного кодекса. Сами же возмущенные жители говорят, что готовы вернуть участки государству, но при условии, что им выплатят достойную компенсацию с учетом всех финансовых трат. Так или иначе, этот земельный вопрос теперь должен решить суд. Айдана Нураш, телеканал Алматы, Туркестанская область. А вокруг Национального женского педагогического университета не утихают страсти из-за отказа учащихся переходить на оффлайн-обучение. Студенты заявляют, что работают и посещать занятия просто не могут, поскольку рассчитывали на дистанционку. Однако в самом ВУЗе ссылаются на приказ Минобразования. Как теперь быть учащимся и есть ли шансы найти компромисс, выясняла Аян Рафина Рикпаева. Студентки первого курса женского педагогического университета. Сегодня их собрали в Альма-Матер, чтобы обсудить формат обучения. Девушки заявляют, новость о переводе на очное обучение стала для них полной неожиданностью. Изначально они нам дали неправильную информацию. Некоторым сказали, что 20% обучения будет в оффлайн-формате, а 80% – онлайн. Сейчас нас поставили перед фактом – либо ходите на занятия, либо забирайте документы. В следующем году занятия тоже будут в традиционном формате. Это неудобно для нас. Просим министерства пересмотреть приказ. Большинство учащихся получают второе высшее образование и совмещают учебу, работу и материнство. Некоторые не в силах посещать занятия, поскольку проживают в отдаленных регионах. Аренда квартиры в Алматы им не по карману. Я поступила, получается, в онлайн-обучение. Мне было удобно. Так как я работаю, у меня есть трое детей. А сейчас поменяли, получается, немножко условия и немножко неудобно. И оплату подняли. Есть девочки у нас, которые кредит берут и поступают. Есть среди нас инвалиды. Есть дети, у которых очень много детей. По шестеро детей, по пять. А вот руководство вуза заявляет, что изменения связаны с приказом Миноборнауки, который вышел в начале прошлого года. Это необходимо для качественного образования и подготовки высококвалифицированных кадров. Согласно новым стандартам педагогического образования, занятия на 80% должны проходить в традиционном формате. Но ректор университета готова пойти на компромисс. Мы понимаем положение наших студентов. Они работают, воспитывают детей. Поэтому мы предлагаем провести летом одномесячный интенсивный курс, чтобы все время не вызывать их в университет. Либо преподаватели готовы проводить занятия в вечернее время или по выходным. Касательно стоимости, скоро будет известна точная сумма обучения. Тем временем в самом ведомстве считают, что обучение в онлайн-формате повлияет на качество образования. В особенности в подготовке будущих педагогов. Поэтому вопрос пересматриваться не будет. У нас еще была пандемия. И, конечно, этот год, наверное, в сентябре, наши коллеги начинали учебный год в онлайн-режиме. А сейчас, конечно, приказ. Это есть приказ, это норма, которая уже предусмотрена в законе. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что у нас заочного отделения нет. Теперь студентам женского педагогического университета придется в ближайшие два года посещать занятия. В противном случае им необходимо отчислиться и забрать документы. А что касается стоимости обучения, то она будет известна совсем скоро. Айна Рафина Рихпаева, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Больше 30 тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид в стране. В общей сложности они потеряли свыше 54 миллиардов тенге. Об этом на брифинге рассказал начальник средственного департамента МВД Санжер Адилов. По его словам, за создание финпирамиды к уголовной ответственности привлечены 126 человек. 36 из них осуждены. Эксперты также отмечают, что увеличилось количество людей, заинтересованных в вопросах инвестирования средств. Этим охотно пользуются мошенники, которые пытаются привлечь как можно больше людей, представляя финансовые пирамиды под видом инвестиционных компаний. Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказалось более 31 тысяч граждан, которым причинен общий ущерб на сумму свыше 54 миллиардов тенге. Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в сказки для получения легкого и быстрого дохода. Активизация мошенников связана с восросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Помимо этого, более 20 видов услуг, связанных с функциями регулирования миграционных процессов, переданы в Минтруда. А вот соблюдение беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему контролирует полиция. Еще одна функция – работа с беженцами. Она включает в себя выдачу справки лицу, ищущему убежище, назначение, продление, лишение и прекращение статуса беженца. Также существует услуга по выдаче разрешений трудовым иммигрантам. Все остальные виды разрешений на работу для иностранцев выдаются местными исполнительными органами. Жамбулские полицейские задержали мужчину, который попытался перевести 20 тонн краснокнижного растения через границу Казахстана. Им оказался 33-летний житель Шимкента. Нарушителя стражи порядка вычислили во время оперативно-профилактической операции «Браконьер». Они обнаружили, что мужчина нелегально перевозил сексаул через границы страны. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией имущества. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начатое досудебное расследование по статье 339, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Вещественные доказательства в количестве 20 тонн с актаула изъято. Назначено судебное дело, что стоит столь типа. Уважаемые телезрители, вы смотрите новости. Далее выпуски. В Европе полны решимости взять под контроль распространение коронавируса. Каким образом? Обыпить ситуации в стране и в мире через несколько минут. Есть надежда на гораздо более высокий уровень защиты населения. Как выступили казахстанские конькобежки Айдова и Морозова? И что помешало фристайлистке Юлии Галышевой отобраться в финал соревнований? Уйма незабываемых моментов, которые я бы еще повторила с удовольствием. Касым Жамар Тукаев принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терри Хакалу. Президент отметил, что Казахстан придает важное значение дальнейшему развитию стратегического партнерства с Европейским Союзом. Кроме того, президент рассказал о событиях трагического января. Он заявил, что Генеральной прокуратуре дано поручение провести тщательное и справедливое расследование произошедшего. Глава государства также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса. Терри Хакала заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана. В Алматы отменили высокий оранжевый уровень террористической опасности. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации. Об этом сообщили в городском штабе по борьбе с терроризмом. Несмотря на эти изменения, специальные и правоохранительные органы продолжат нести усиленную службу и обеспечивать безопасность жителей, отметили в штабе. Криминальный авторитет Арман Джумагильдеев, более известный как Дикий Арман, с членами ОПГ, похитил 24 мирных жителя во время январских событий. Это были случайные прохожие. Их возили из одного места в другое и избивали. В результате один человек скончался. Преступники также отобрали табельное оружие у сотрудника полиции. Жестоко избитого в центральной горбольнице. Такой информацией поделились в Генпрокуратуре и МВД. Изначально Дикий Арман был задержан правоохранителями за незаконное хранение огнестрельного оружия. Сейчас он проходит и по делу о массовых беспорядках. В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложные информации. Якобы Джумагильдеева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Официально сообщаю, если вначале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела соединены и переданы для дальнейшего производства нам, специальным прокурорам. Также стало известно о том, что сотрудники департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы, оставили здания, не оказав сопротивления. В руки погромщиков попал огромный арсенал оружия, более полутора тысяч единиц. В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. В ведомстве обвинили в бездействии должностных лиц департаментов КНБ Алматы, а также Алматинской и Казалардинской областей. Сейчас с помощью IT-технологий продолжается идентификация причастных. По подозрению в организации и участии в массовых беспорядках и совершении терактов, взяты под стражу 467 человек. Специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождено 76 подозреваемых. Арест номинен на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство. Среди них две женщины и девять несовершеннолетних. Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьезные улики, совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Прошел ровно месяц с момента Алматинской трагедии, в которой погибли 149 человек, еще тысячи пострадали. Сумма нанесенного ущерба по груду исчисляется десятками миллиардов тенге. Мегаполис постепенно восстанавливает. Следствие все еще продолжается. Возбуждены сотни уголовных дел. Правоохранители пытаются найти ответ на главный вопрос. Кто именно стоял за теми атаками и как планировалась эта операция? Мнение экспертов и очевидцев тех событий собрал Дамиранитов. Пусть и страшные январские дни уже позади, и город постепенно оправляется после тех событий, но многих терзает вопрос, кто и зачем нещадно атаковал город, сжигая административные здания, громя торговые объекты и убивая людей. Те, кто стал невольным свидетелем той трагедии, уверены, что за хаосом стоял четкий спланированный план. Месяц назад алматинка Мансия Жумаканова, как и большинство, считала все произошедшее случайностью. Но сегодня, когда эмоции поутихли, женщина несколько иначе выражает свои мысли. Хулиганствующая молодежь, просто так пожечь здание, это нужно очень хорошо подготовиться, даже зажечь просто костер, силы надо приложить. А тут поджечь и противостоять, наверное, были какие-то силы, которые подготовлены были, может быть. Это те самые кадры, где мужчина во время перестрелки раздает оружие к подбегающим, после чего последние идут в бой. Причем отстреливаются якобы новички. Но делают это они весьма успешно, даже против сил военнослужащих. Это не мирные жители, а настоящие террористы, считает сотрудник полиции Жандос Нарукешев. По его словам, даже тот факт, как они обращались с оружием, многое говорит об их подготовке. Подготовленный специалист в области стрельбы, он будет держать положение, указательный палец правой руки будет, не только правый, может, это и левый, на кожухе затвора, либо на ствольной коробке, если это автомат. На видео как раз таки все это видно, как боевики держат оружие в положении патруля и полностью контролируют. А вот на этом видео заметно, как нападавшие молятся прямо на улице, причем в разгар битвы за город. Это может значить, что у них отсутствует рациональное мышление в поведении, а эмоциональное преобладают до фанатизма, объясняет опытный теолог Казбек Ахметов. Он говорит, что прикрываясь религии, они используют несколько способов разрушения и дестабилизации страны изнутри. Один из методов, первое, это они начинают этому человеку, которого они обрабатывают, именно в него вливать оппозиционные взгляды. То есть ему сперва прививают оппозиционные взгляды, чтобы у него была ненависть к государству, к банкам, к правоохранительным органам, к Акимату, ко всем госструктурам. Потом ему дальше прививают именно ненависть к этой жизни, ему именно проповедуют красоту той жизни. Этот человек фактически готовый экстремист, готовый террорист. То, что в первые январские дни на Алматы была совершена террористическая отдака с элементами диверсии, нет никаких сомнений, считают эксперты. Впрочем, полную картину произошедшего обществу представят только после окончания следствия, которое, по всей видимости, затянется надолго. Дамир Анитов, Сангалим Мугайпасов, Ялкунжан Ашемжанов, телеканал Алматы. Провести объективное расследование, найти и наказать виновных, требует семья погибшего во время январских событий алматинца Марата Мусабекова. По словам родных, его убили 5 января на одной из городских улиц. С тех пор нет никаких сведений о ходе следствия, как и о том, кто мог совершить преступление. Динара Сабитова встретилась с семьей погибшего и готова рассказать все подробности этой истории. Амирис, дай воды, пожалуйста. Доведенная до отчаяния, Айнаш Смогулова едва сдерживает слезы. В последний раз она разговаривала с мужем по телефону 5 января. В тот роковой день мужчина, как обычно, отправился на работу. Но когда Марат Мусабеков перестал отвечать на звонки, родные начали волноваться. А вот ближе к полуночи трубку взяла сотрудница больницы и попросила забрать его вещи. И я потом искала, когда смотрю, что-то похоже на его башмак лежит, вот так раскиданный. Я беру, смотрю, это его кроссовки. Дальше смотрю, куртка. И когда я эту куртку уже подняла, она была до такой степени кровью пропитана, она уже вся бы. У меня вот так по рукам кровь подтекла, я не знала, что делать. 6 января семья забрала тело Мурата Мусабекова из морга. Тогда им выдали лишь справку, на которой была указана причина смерти – потеря крови в результате огнестрельного ранения. А вот через 10 дней после похорон правоохранители провели эксгумацию. Родственники все еще не получили результаты экспертизы. Это на самом деле очень, наверное, даже тяжелее, чем первый раз похоронить человека. Потому что приходится обратно выкапывать тело и все это видеть. И два раза подтверждать личность. То есть, когда вскрыли его обратно, опять подтверждать, что это твой отец. И когда его привезли уже с экспертизы, обратно нужно подтверждать, что это твой отец. Сейчас родные Марата Мусабекова хотят знать, где и при каких обстоятельствах погиб глава семейства. Они даже не знают, кто привез его тело в морг. Погибший во время январьских беспорядков мужчина работал дворником в этой столовой близ своего дома. Коллеги характеризуют его как доброго, надежного и ответственного человека. Каждое утро он приходил и наводил здесь порядок. Тут все еще находятся его верные помощники – совок и метла, которыми он, к сожалению, уже не воспользуется. В последний раз коллеги видели Марата Мусабекова перед Новым годом. По их предположениям, мужчину убили по пути на работу. Пошел на работу и убили его. А он каждое утро приходил до сюда? Да, каждое утро работал. Еще вторая работа, по-моему, у него была. И вот по пути так получилось. Документы по этому делу сейчас изучает специальная прокуратура. В соответствии с требованиями они не могут предоставить никаких сведений до суда. Тем временем родственники 60-летнего мужчины требуют лишь честного и справедливого расследования, чтобы отстоять его честное имя. Динара Сабитова, Елкунжана Шемжанов, телеканал Алматы. Касым Шамартуга выразил соболезнование родным и близким народного писателя Абдежамила Нурпейсова. Президент отметил, что патриарх казахской прозы, пройдя через все испытания войны после возвращения с фронта, внес неоценимый вклад в развитие отечественной литературы. Напомню, Абдежамил Нурпейсов скончался 5 февраля на 97-м году жизни. Его историко-революционная трилогия «Кровь и пот», переведенная на 30 языков мира, заслужила признание зарубежных литературных критиков. Его перу также принадлежит роман «Курляндия». В 60-х годах он был главным редактором журнала «Жулдысы» и депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Прославился представитель творчества и как переводчик он перевел на родной язык рассказы Чехова, Горького, Хикмета и Касоны. Он поистине одаренный человек. Таким был трудолюбивым. В его трудах отражался голос народа. Публицистика Абдежамил Ага передавала чаяния и надежды казахов. Он относится к категории людей, о которых говорят «неповторимый». Такие люди рождаются раз в столетие. Наши искренние соболезнования родным Абдежамиля Ага. Траурный митинг «Прощание с писателем» состоялся сегодня в Национальном академическом театре оперы и балета имени Абая. Коллектив нашего телеканала также выражает глубокие соболезнования семье Абдежамила Нурпейсова. К другим новостям. У Европы появился шанс взять под контроль распространение пандемии в условиях увеличения заболеваемости коронавируса. Об этом заявили в ВОЗ. Наступление весны. Вакцинация и естественный иммунитет положительно повлияют на результаты, отметили в организации. Напомню, на прошлой неделе в ЕС зафиксировали больше 12 миллионов новых случаев заражения COVID-19. Это показатели с начала эпидемии. Между тем, в Австрии официально начал действовать закон об обязательной вакцинации. Всем жителям теперь придется сделать прививку, а в случае отказа им грозит штраф в 3,5 тысячи евро. В соседней России, несмотря на всплеск заболеваемости, ослабляют карантин. Там отменили обязательное ограничение для контактных лиц, а пациентов с COVID-19 могут отпустить из больницы домой. Даже с положительным результатом теста, если они провели в палате неделю, им не требуется серьезный уход врача. Появилась возможность для длительной передышки. Есть надежда на гораздо более высокий уровень защиты населения от новой волны распространения инфекции. Даже если появится еще более вирулентный штамм. Этот период повышенной защиты следует рассматривать как перемирие, которое могло бы принести нам прочный мир. При условии, что мы будем укреплять и поддерживать иммунитет, продолжая вакцинацию и распространение бустерных долг. А вот в Казахстане уже несколько дней подряд уменьшается количество заболеваемости COVID-19. За воскресенье инфекцию выявили у 3600 казахстанцев. Лидирует Алматы. В мегаполисе больше тысяч жителей подхватили вирус за последние сутки. В три раза меньше случаев инфицирования в столице и Павлодарской области. 300 новых пациентов с диагнозом коронавирус. Александр Бублик выиграл турнир ATP 250 во французском Монпелье. Это первая победа теннисиста на этих соревнованиях. В финале Бублик обыграл третью ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом 6-4-6-3. Встреча продолжалась 1 час и 9 минут. Таким образом, в обновленном рейтинге ATP Бублик поднялся на 31 место. Это стало для него личным рекордом. В Алматы отключат воду. На две ночи без холодной воды останутся жители ряда домов в Турксибском районе. По информации компании Алматы-СУ, отключать подачу живительной влаги начнут с 10 часов вечера 8 февраля до 6 утра следующего дня в квадрате улиц Великолугская, Женсугурово, Сокольского, Паладина, Егорово. С 10 часов вечера 9 февраля до 6 часов утра 10 февраля по периметру улиц Женсугурово, Сокольского, Паладина, Запорожское. Временные ограничения связаны с запуском нового водопровода к действующей системе водоснабжения. Более подробную информацию можно узнать, позвонив по номеру 274-66-66. В завершение погоды. Февральский снегопад этой ночью обрушился на Алматы. В горной местности высота снежного покрова достигла 12 сантиметров. Капризы природы доставили немало хлопот коммунальным службам. На уборку снега вышли около 1700 рабочих. Задействовано более 600 единиц спецтехники и 205 пескоразбрасывателей. Улицы коммунальщики посыпали противогололюдными материалами. Они также расчищают от снега тротуары, пешеходные зоны, остановки и места общего пользования. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости вы найдете на сайте алматы.тв и ютуб канале Алматы и ТВ-Ньюз. А сразу после новостей смотрите дневники Олимпиады. Где мои коллеги расскажут о выступлениях наших спортсменов. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова